Специалисты по благоустройству уничтожают деревья. На территорию одного из частных предприятий города заехал трактор, который вырубил почти все зеленые насаждения. По словам директора организации, такой инцидент происходит уже не в первый раз. Далее подробнее. Вот и сажай после этого деревья. Далее подробнее. Бесрассудным отношением к саженцам. Необходимость в посадке зеленых насаждений нам диктует правительство. Акимат периодически приходит, проверяет, интересуется, сколько высадили в этом году, сколько в следующем будем сажать. В итоге за 10 лет у нас здесь небольшая территория, зеленая стала. Мы поливаем, удобряем, благораживаем, подсаживаем. В этом году приехала техника в конце месяца и скосила молодую поросль. То есть молодая поросль была это не просто диких каких-то насаждений. А сосны, боярышник, с этой стороны сирень, которая уже цвести начала. То есть отношение в данном случае людей, которые занимаются стрижкой, оно непонятно. Облагораживанием территории занимаются все работники предприятия. Это более 50 человек. Средства для саженцев, их удобрения, полива и уборку сухостоя ежегодно выделяются из фондового бюджета частного предприятия. По словам директора, за последние несколько лет на озеленение территории ушло немало денег. Только перед фасадом здания было высажено более 400 деревьев. Теперь от них не осталось и следа. Не в том мы краю живем, где свободно растут деревья. Поэтому уничтожать деревья – это, по-моему, просто грех. То есть посадили, пусть они растут. И зелено будет, и воздух будет чище, и вообще и глазам приятнее. А вот это вот немножко непонятное, что мы берем и, скажем, свежую поросль уничтожаем. В результате это может все превратиться в пустыню. Для решения проблемы перед саженцами поставили железный забор. Но газонокосильщиков это не остановило. Далее люди в спецодежде продолжили выкорчевывать деревья вдоль пришахтинской трассы и трассы Караганда-Нурсултан. Директор компании Николай Кулагин не хочет оставлять сложившуюся ситуацию без внимания. Он написал письмо на имя Акима Караганды Нурлана Аубакирова и Акима Октябрьского района Мейрама Кожухова. Яна Гапонова, Берик Кошанов, Николай Шевелев, 5 канал.